Еще недавно он лечил людей, а сегодня сам оказался на больничной койке. Молодого хирурга Дмитрия Зарубина госпитализировали с тяжелыми травмами, которые он получил от мужчин, сопровождавших пациентку во время его дежурства. По словам врача, нетрезвые спутники женщины, которые сломала ногу, нахамили доктору, а в ответ на его замечания бросились на него с кулаками. В результате у врача черепно-мозговая травма, перелом руки, многочисленные ссадины и синяки. Сначала один начал наносить удары руками по голове. Я начал защищаться, потом подбежал второй сбоку, начал у меня также наносить удары руками, потом, по-моему, каким-то предметом меня ударил. Я упал в этот момент. Все случилось здесь, в приемном покое. В 6 утра Дмитрий Зарубин уже был готов сдать свою смену. Двое мужчин предположительно в нетрезвом состоянии набросились на доктора после словесной перепалки. Драка длилась недолго, примерно 10 минут, но за это время врач успел получить многочисленные травмы корпуса и головы. Все зафиксировала камера видеонаблюдения. Свидетелями происшествий стали десятки пациентов и сотрудников медперсонала. На этих кадрах видно, как развивались события. Вместе с Дмитрием в тот день дежурил его коллега Андрей Никитенко. Рассказывает компания молодых людей, которые привезли женщину с самого начала, мешала врачам работать. Молодые люди хотели, чтобы все внимание было сконцентрировано только на них. То есть другие пациенты по смежным специальностям, они просто сидели в сторонке и ждали, пока будет заполнена история болезни, пока будут взяты анализы именно у потерпевших, которые доставили молодые люди. Это было их решение, чтобы сначала оформили их женщину стационар, а потом уже занимались другими пациентами. Случаи нападения на врачей в Самаре происходят регулярно. Чаще всего страдают фельдшеры скорой помощи. За последние два года зафиксировано 23 таких случая. В большинстве из них полиция не нашла состава преступления. Медицинское сообщество намерено добиваться того, чтобы защитить врачей на законодательном уровне. Сейчас работают юристы, рабочая группа, готовят документы, которые представят на утверждение. И в ближайшее время будет проект законно обсужден о том, что внесут поправки в закон, что нападение на врача будет приравнено к нападению на полицейского. Это, конечно, выпиющий факт, возмутительный факт отношения пациентов, их родственников некоторых, нашего вообще сообщества, к людям в белых халатах, которые сострадают, которые находятся на передовых рубежах оказания этой помощи. Всех обидчиков Дмитрия Зарубина, который даже после нападения продолжил оказывать помощь пациентам, полицейские установили. Одного из них, 28-летнего самарца, уже задержали. На него завели уголовное дело. Свою вину он признал. В настоящее время расследование продолжается. Алина Чемерис, Константин Головин, События.